Издательство Эксмо. Анна Алексеева. Я всё смогу сама. Как маме одной справиться с трудностями, найти поддержку и устроить новую жизнь? Бывает, случается так, что человек вдруг остаётся один на один с задачей, которая кажется неподъёмной. Смотрит на свою жизненную ситуацию и не может вдохнуть от того, что она кажется несовместимой с выживанием. Чувствует шок, негодование и будто падает в бездну, опустошение, боль, бессилие, испытывает ощущение колоссальной несправедливости. Именно это чувствует мама, когда понимает, что дальше ей придётся в одиночку заботиться о детях, обеспечивать им безопасность и защищённость, растить их, воспитывать. Никто от этого не застрахован, но никто к этому и не готов. Эта книга – рука помощи для таких мам. Спасательная шлюпка, за которую можно зацепиться, выплыть и создать новое счастье. В книге личная история, которую невозможно придумать. Она одна из тысяч таких же и в чём-то своём уникальная. Она тебя поддержит. Ты узнаешь себя, а также узнаешь практические приёмы. Как вытащить себя из болота трудностей, как устроить новую жизнь, успевать заботиться о себе и давать тепло детям. Она подаёт пример, как пройти этот путь и стать ещё живее, целостнее, счастливее. Смогла я, сможешь и ты. Там, в конце туннеля, совершенно точно яркий свет. И я проведу тебя к нему за ручку, бережно обнимая и поддерживая, понимая всю гамму чувств, которые ты сейчас испытываешь. Я искренне верю в тебя и помогу. Мы сделаем это вместе. Ведение. Рождение ребёнка означает новую жизнь для всей семьи. Новые задачи, новое распределение ролей, полное перестраивание привычного уклада и связанный с ним стресс. Это если семья полная. А как быть, если родитель только один? Если о распределении ролей и задачи речи не идёт? Как расти детей и одновременно обеспечивать семью? Как помочь себе и детям пережить тяжёлое эмоциональное состояние в сложившейся кризисной ситуации? Вопросы крайне непростые. Юридически статус матери-одиночки присваивается женщине, если отец не вписан в документ о рождении ребёнка, умер или пропал без вести, о чём есть судебное постановление. Если же отец вписан в свидетельство о рождении, женщина формально не считается мамой-одиночкой. Подразумевается, что у отца есть предусмотренные законом обязанности, которые он должен выполнять, если недобровольно, то по решению суда. Фактически же, жизненные ситуации, в которых родитель растит ребёнка в одиночку, гораздо более многослойны и разнообразны. Если бы всё было просто, проблема матерей-одиночек не стояла бы столь остро. Не было бы многочисленных приютов для мам с детьми, у которых нет даже крыши над головой, не то что помощи в уходе за ребёнком. На реальных примерах мы видим, что если один из родителей отказывается заботиться о ребёнке, принудить его практически невозможно даже через систему правосудия. В лучшем случае удается добиться алиментов. Но невозможно заставить человека принимать участие в жизни ребёнка в полной мере. Уделять ему своё время, внимание, любить его, заботиться о нём, брать на себя полноценную родительскую ответственность за жизнь, здоровье и морально-нравственное воспитание ребёнка. Все эти обязательства ложатся на того взрослого, который фактически остаётся с ребёнком и растит его. Не всегда это мама или папа. Таким взрослым может быть любой родственник или приёмный родитель. В то же время бывают обратные ситуации, когда оба родителя принимают активное и ответственное участие в жизни ребёнка, не будучи супругами юридически, например. Либо, когда у мамы есть надёжная поддержка других родственников, моральная и финансовая опора на некую социальную группу. Либо она сама достаточно обеспечена и может нанять помощников, няню, репетитора, детского психолога. В таких случаях женщина не ощущает себя мамой-одиночкой, даже если графа «отец» в свидетельстве о рождении ребёнка не заполнена. Здесь мы будем говорить о понятии «мама-одиночка» в фактическом, а не юридическом смысле. Эта книга будет полезна мамам-одиночкам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. У неё довольно широкая аудитория. От мам, у которых нет вообще никакой поддержки, до тех, кому не удалось наладить отношения с бывшим мужем после развода. Во втором случае к вопросам выживания и воспитания добавляются переживания и мамы, и детей по поводу ухода отца и семьи, что усложняет ситуацию. Я расскажу, как адаптироваться к роли мам-одиночки. Затрону и эмоциональные, и материальные аспекты выживания. Ты узнаешь, как решить вопросы с жильём, заработком, получить поддержку. Универсальных решений на этом пути нет. Каждый проходит его по-своему. Но если изначально знать, с чем можно столкнуться и что сделать, он будет не таким трудным. Часто выход из кризиса затягивается, потому что приходится до всего доходить самостоятельно, и поиск решения занимает месяцы. Оно может быть элементарным, но мысли мамы-одиночки просто не идут в нужную сторону, мешают страх и переутомление. Я много лет занималась социальной работой и видела множество историй мам-одиночек, участвовала в их жизни, а однажды и сама оказалась в аналогичном положении. Да, я не отношусь к малозащищённым слоям населения. У меня, по крайней мере, была работа. Но именно тогда я в полной мере смогла понять, с какими трудностями сталкиваются женщины в такой ситуации. И как мало поддерживающей информации на эту тему. Именно для мам-одиночек, с учётом их специфики, а не для родителей вообще. Мой жизненный опыт позволил изучить эту тему со всех сторон. Помимо рекомендаций, книга даёт маме-одиночке поддержку на этапе адаптации к своему новому положению. Матери, у которой нет рядом родственников, которая растеряна, не знает, что делать, испытывает тяжёлые чувства по поводу ухода отца ребёнка из семьи. Я надеюсь, что эта книга станет спасательным кругом, который поможет мамам-одиночкам удержаться на плаву и быстрее выйти из кризиса. В отличие от прочей литературы, она написана автором, который сам прошёл аналогичный путь. Приведённые в книге зарисовки из жизни отражают, может быть, десятую долю трудностей и нюансов жизни мамы-одиночки. Уложить их все в одну книгу невозможно. Однако тот, кто находится в таком положении, без труда представит себе, что осталось за кадром.